Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию наше исследование, предиктивное значение экспрессии опухолесоцированных антигенов и иммуносупрессивных факторов клетками солидных опухолей в оценке эффективности противоопухолевой иммунотерапии. Баланс между иммуногенностью и иммуносупрессией является ключевым фактором в создании отологичных противоопухолевых вакцин. Способность клеток опухолей к реализации разнообразных молекулярных механизмов, ингибирующих или модифицирующих противоопухолевый иммунный ответ, может влиять на эффективность иммунотерапии. Как известно, опухолевые клетки продуцируют большое количество разнообразных биологически активных молекул, которые воздействуют на все типы клеток, находящихся в их микроокружении, в том числе на дендритные клетки. И обнаружено, что в опухолевом микроокружении очень низкая концентрация грануцитарно-макрофагального колонии стимулирующего фактора интерлекина 4, интерлекина 12, интерферона гамма, и очень высокая концентрация простагландина Е2, сосудистого эндотелиального фактора роста, трансформирующего фактора роста бета, интерлекина 6 и 10. В результате формируются так называемые регуляторные дендритные клетки, супрессорные клетки миелоидного происхождения, и появление этих иммунофенотипов связывают с прогрессированием опухолей метастатическими процессами. Эффективность активной специфической иммунотерапии злокачественных опухолей зависит от биологии малигнизированных клеток, в том числе от экспрессии опухолиассоциированных антигенов и антигенов главного комплекса гистосовместимости, от синтеза и секреции опухолевыми клетками молекул иммуносупрессоров, блокирующих функции иммунной системы. В Институте онкологии Петрова с 1998 года ведутся исследования по созданию клиническому применению противоопухолевых вакцин, как на основе живых цельных опухолевых клеток, так и на основе дендритных клеток из моноцитов периферической крови и костно-мозговых предшественников. Эволюция опухоли такова, что в организме постоянно происходит образование наиболее агрессивных клонов, характеризующихся формированием все более и более автономного типа регуляции всех метаболических процессов, продукции факторов, которые создают благоприятные условия микроокружения опухоли для ее бесконтрольного размножения, инвазии и метастазирования. На данном слайде приведен пример иммуногистохимического изучения опухоли больной меланомой кожи, у которой в первичной опухоли на гистологических препаратах были определены целый спектр опухоли-ассоциированных антигенов, в данном случае представлен Мелан-А и Джи-Пи-100. Из этой опухоли были выделены клетки, культура клеток, которые также экспрессировали изучаемые антигены, а вот в культуре клеток, выделенного из рецидива опухоли, мы этих антигенов уже не выявили. Та же самая больная, только пример с антигенами терозиназа и семейства МЭЙДШ-1. При длительном культивировании опухолевых клеток можно наблюдать гетерогенизацию их свойств. Здесь представлен пример культуры рапдомиосаркомы на 18-м пассаже. При наблюдении в автоматическом клеточном анализаторе с ЛАКЮ мы можем уже морфологически увидеть два различных клона. Один клон – это крупные вытянутые веретиновидные клетки, а другой клон – мелкие полигональные клетки, гораздо более подвижные, которые заполняют быстро все пространство. Анализ пролиферативной активности клонов, формирующихся при длительном культивировании, также позволяет увидеть, что существуют клоны, которые обладают разными ростовыми характеристиками. Кореологический анализ позволяет уже более точно выделить как минимум три клона с разным набором хромосом и разными хромосомными перестройками. Изучение антигенной презентации в ткани опухолей и в культурах, выделенных из этих опухолей, показывает, что на ранних пассажах, где-то до 10-го пассажа, клетки в культуре сохраняют экспрессию антигенов и исходный иммунофенотип. Эти исследования были проведены на меланоме кожи, раке почки, раке предстательной железы. Результаты определения антигенов на культивируемых клетках меланомой кожи показывают, что экспрессия исследуемых антигенов к сотому пассажу сохраняется примерно в 3% случаев. То есть нужно иметь достаточно обширный банк биообразцов клеточного материала пациентов для того, чтобы вести отбор клеточных линий по опухолеассоциированным антигенам. Таким образом, генетическая нестабильность в процессе опухолевой прогрессии приводит к гетерогенности клеточной популяции, нестабильности экспрессии специфических антигенов, что может приводить к своеобразной дивергенции свойств клеток опухоли, культивируемых инвитро и метастатических клеток в организме больного. И в случае применения клеточной иммунотерапии можно вследствие этого наблюдать снижение частоты объективных ответов. В нашей лаборатории отобраны клеточные линии меланомы кожи, которые прошли более 200 пассажей и экспрессируют раково-тостикулярные антигены семейств Мэйдж-Бэйдж-Гэйдж и НИИСО-1. Эти культуры оптимизированы для нагрузки дендритных клеток и оценки поствакцинального иммунного ответа. Опухолевые клетки также способны синтезировать растворимые факторы, создающие условия локальной и системной иммунодепрессии. Это огромное количество разнообразных молекул. Мы в своей работе исследовали где-то около 27 аналитов, но о них о всех рассказать невозможно в одном докладе. Но прежде всего это легант активационного... Прежде всего это легант активационного рецептора НК-клеток и цитотоксических таллимфоцитов, трансформирующий фактор роста, бета-интерликин-10, факторы неоангиогенеза, факторы адгезии, инвазии, метастазирования и другие. Эти факторы создают иммуносупрессивную сеть в микроокружении опухолей и оказывают ингибирующее действие нацитоксические функции таллимфоцитов, дифференциацию дендритных клеток из их предшественников их созревания и нормальное функционирование. И это уже достаточно давно обсуждается в мировой научной литературе. Мы провели работу по созданию экспериментальных клеточных систем для того, чтобы попытаться оценить эффективность иммунологических синапсов у больных с улитными опухолями как попытка предсказать возможный эффект от вакцинотерапии злокачественных на образовании. Схема эксперимента была такова, что мы использовали ликоферезный материал больных меланомой кожи, саркомами мягких тканей, ракомаичника. И этот ликоферезный материал высаживался в пластиковые флаконы для разделения прилипающей и неприлипающей фракции. Из прилипающей фракции преимущественно моноцитов мы производили направленную дифференцировку дендритных клеток, нагружали дендритные клетки опухолевым лизатом, богатым раково-тостикулярными антигенами. Таким образом воспроизводили фактически цикл создания дендритно-клеточной вакцины. А супернатант анализировался в проточном цитометре, затем добавлялся на стадии активированных зрелых дендритных клеток и происходило кукультивирование лимфоцитарной фракции и дендритных клеток, после чего также мы анализировали то, что мы получили в проточном цитометре. Это были активированные цитоксические т-лимфоциты. После сортировки они соединялись с опухолевыми клетками и производился анализ в автоматическом плеточном анализаторе и были поставлены цитоксические ММТ-тесты. На первом этапе, когда происходило разделение монцитарной и лимфоцитарной фракции, после цитометрического анализа мы получали практически чистую культуру Т-лимфоцитов с небольшой примесью НК клеток, НКТ и Б клеток, и где-то цитоксические Т-лимфоциты в этой популяции составляли около 30%. Это пример одного больного меланомой кожи, но для других пациентов мы получали приблизительно такие же результаты. На втором этапе, после кокультивирования с дендритными клетками, популяция лимфоцитов содержала маркеры активации и продуцировала гранзим-Б, перфорин, интерферон, гамма. И в этой популяции клеток мы не наблюдали регуляторных Т-лимфоцитов. Затем лимфоциты были помечены флуоресцентным красителем и помещены совместно в систему с опухолевыми клетками. И вот здесь эта картинка классического коллапса, который вызывает взаимодействие с цитатоксическими Т-лимфоцитами, которые мы наблюдали в клеточном анализаторе. Анализ живых распластанных опухолевых клеток с течением времени показывал достоверные различия между опытом и контролем. При проведении ММТ-тестов кратко напомню, что это такое. Это калориметрический тест для оценки метаболической активности клеток. Клеточные оксидоредуктазы превращают этот разолевый краситель в нерастворимый формазан, который имеет пурпурное окрашивание. Растворяющий компонент СДС добавляется, чтобы перевести нерастворимый формазан цветной раствор, и далее измеряется коэффициент поглощения этого раствора при определенной длине волны методом спектрофотометрии. Здесь представлены результаты взаимодействия токсических 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 тлимфоцитов с различными культурами меланомы, выделенных от разных пациентов, и достаточно четко видна разница между опытом и контролем, но не для всех культур. Проверка гипотезы зависимости специфической активности токсических 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 от экспрессии опухоли ассоциированных антигенов и продукции иммуносупрессивных факторов в экспериментальных клеточных моделях позволило установить статистически значимые корреляции результатов ММТ-теста экспрессии раково-цестикулярных антигенов и продукции ряда иммуносупрессивных факторов культивируемыми опухолевыми клетками. Вот здесь в этой таблице представлены коэффициенты корреляции. Мы получили корреляцию большой силы отрицательную корреляцию большой силы для всех изучаемых раково-цестикулярных антигенов. Также была выявлена положительная корреляция большой силы для рецептора токсических таллимфоцитов и НК-клеток, средней силы для ТГФ-бета и сосудистого эндотелиального фактора и слабой силы для интерлекина десятого. Также была выявлена обратная корреляция большой силы для антигенов АШЛА первого класса и отрицательная корреляция большой силы для фолистатина. Еще один интересный момент, то, что опухолевые клетки способны продуцировать факторы, оказывающие влияние на Т-регуляторные лимфоциты, и эти факторы взаимодействуют с рецепторами регуляторных таллимфоцитов и влияют на их направленную миграцию и накопление в опухолевой ткани. Мы провели небольшое пилотное исследование изучения иммунофенотипа регуляторных таллимфоцитов и опухолевых клеток, определяющих взаимодействие у больных метастатическими саркомами мягких тканей. И мы получили корреляцию между продукцией сосудистого эндотелиального фактора роста хемокина ЦЦЛ-2 опухолевыми клетками и количеством регуляторных таллимфоцитов в периферической крови больных, которые несли на поверхности специфические рецепторы нейропилин-1, рецептор-2 к сосудистому эндотелиальному фактору роста. Для того, чтобы сопоставить наблюдаемый клинический эффект разных видов вакцинотерапии и возможную связь этого клинического эффекта с продукцией иммуносупрессивных факторов опухолевыми клетками, выделенных от больных, мы разделили больных на две группы с достаточным клиническим эффектом и недостаточным клиническим эффектом. При достаточном клиническом эффекте при лечебной вакцинотерапии это был объективный ответ или стабилизация заболевания более 6 месяцев, при адювантной вакцинотерапии стабилизация заболевания более 1 года. Все другие варианты клинического ответа на терапию рассматривались как недостаточный клинический эффект. И мы получили следующие результаты. У больных с достаточным клиническим эффектом продукция интерферона гамма-опухолеспецифическими лимфоцитами возрастала в течение вакцинации, с числом вакцинаций, а содержание микей и ТГФ-бета-1 в сыворотке крови больных не менялось. А у больных с недостаточным клиническим эффектом наблюдался противоположный результат. Продукция интерферона гамма не менялась, а содержание микей и ТГФ-бета возрастало в процессе вакцинотерапии. Сопоставление продукции иммуносупрессивных факторов опухолевыми клетками в культуре пациентов с достаточным клиническим эффектом и недостаточным клиническим эффектом также показало значимые различия. У больных с недостаточным клиническим эффектом продукция этих факторов была значительно выше. Использование дискриминантного анализа продукции исследуемых факторов опухолевыми клетками пациентов, которые получали дендритно-клеточную вакцину с построением канонической дискриминатной функции, базирующейся на показателях продукции этих факторов, позволило правильно предсказать результат лечения практически в 80% случаев. Те же самые вычисления мы сделали для группы больных, получавших вакцину на основе аутологичных генетически модифицированных опухолевых клеток. Эта работа была проведена совместно с Институтом биологии гена. И мы получили следующие результаты. Мы могли правильно предсказать результат лечения практически в 97% случаев. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Продукция иммуносупрессивных факторов культивируемыми клетками солидных опухолей может рассматриваться как предиктивный фактор при вакцинной терапии онкологических больных. Но при этом, создавая клеточные линии для приготовления вакцин, нужно ввести их отбор по экспрессии опухолеассоциированных антигенов. Антигенов главного комплекса гистосовместимости определять присутствие или отсутствие иммуносупрессирующих факторов и по этим же показателям стараться производить отбор пациентов, которым показана вакцинотерапия. Последнее заключение. Разрешите представить вам наш коллектив, но почему-то Ирина Александровна Балдуева исчезла. Извините, пожалуйста. Извините. Это несправедливо. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Скажите, пожалуйста, ну вот что надо отбирать клеточные линии, экспрессирующие хотя бы какой-то опухолеассоциированный антиген? Это понятно. А почему надо ориентироваться на экспрессию главного комплекса гистосовместимости, если вы будете делать лизат? Но ведь все иммунные реакции связаны с этим. Да, они связаны с ним после того, как будет антиген презентирован на антиген презентирующие клетки в ассоциации с главным комплексом совместимости. А для чего он нужен? Влезайте. Проблема. Тут, к сожалению, может быть, это не совсем правильно, что это не прозвучало. Дело в том, что мы исследовали не только презентацию антигенов главного комплекса гистосовместимости первого класса, но и второго. И вот оказывается, и, собственно говоря, это уже давно известный факт, что опухолевые клетки, вот их, как вообще прогрессия опухоли, она связана с тем, что появляются на опухолевых клетках антигены второго класса, и их экспрессия усиливается. И это тоже является одним из механизмов, которые позволяют опухоли ускользать от воздействия иммунной системы. Поэтому, если опухолевые клетки очень много продуцируют этих антигенов, то это тоже, наверное, не очень хорошо. Еще вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.